Поколение Итак, мы продолжаем перечитывать, перелистывать, пересказывать эту великую книгу поколения, выжившего в Советском Союзе, сохранившим веру. И это, прежде всего, учитель веры нашего поколения, наш учитель Равицкак Зильберг. Гаон Равмойша Шапира как-то на одном уроке сказал, «Со времен Аврама Вину в каждом поколении есть бейт-мидраж веры» – эмуна. Он объяснил, что эмуна, скорее, нужно перевести не как вера, а верность. То, что человек узнает, если всей жизнью он верен этому знанию, это называется эмуна. И он сказал, что в нашем поколении у меня нет сомнений, что главой бейт-мидража веры является Равицкак Зильберг. Но продолжим читать эту книгу. Этрог из Америки. Равицкак рассказывает, как после поездки на могилы праведника, после посещения могилы его дедушки в Литве, в Рагуве, он вернулся в Москву. И вот в московской синагоге он встретился с главным раввином Москвы, Равом Иудой Лейбом Левиным. Я с 72-го года тоже посещал синагогу. Часто я был снаружи. Это то, что от казняков называлось горка. Но иногда и заходил. Я видел этого седовородого раввина Равлевина. Так вот, Равицкак рассказывает, это 70-й год. Равлевин поцеловал меня и говорит, ты знаешь, тут был твой двоюродный брат из Америки, Равтайц, и оставил для тебя Этрог. Я обрадовался, взял Этрог и вернулся в Ташкент. Обычно я произносил благословение на четыре вида растений со всей общины на общины Этрог. А в этом году, думаю, у меня будет мой собственный Этрог. Но за день до Суккота приехал ко мне еврей из Маргеллана и сказал, что наш Равин, Равицкак Винер, говорит, что Этрог – это очень большая митцва, иметь Этрог на Суккот. И это все, что ему известно. И он ищет Этрог, чтобы его купить. Я пошел с ним к одному человеку, у которого, как я знал, есть свой Этрог, но тот наотрез отказался продавать. Если у меня Этрог дома, то мой сын тоже благословит на него, потому что в синагогу он не пойдет. И тогда в этой ситуации я отдал приезжему свой Этрог. А после Суккота он принес мне 150 рублей. Я ведь этого не ожидал. Я отдал ему свой Этрог просто так. Но исполнились слова Равнахмана из Бреслова. Никто из тех, кто ко мне поедет, не потеряет. Вот, действительно, поездка слою стоила для меня баснословную сумму. 153 рубля. И вот, мне вернули 150 рублей. А для семейного бюджета, когда мы жили почти в Проговодь, это была большая сумма. А теперь Равицкак хочет рассказать немножко про своего двоюродного брата Рава Пинхаса Тайца, который передал мне через Равлевина этот Этрог. Это он, когда я приехал в Израиль, привел меня к великому мудрецу Равицкаку Гутнеру. И по его указанию я начал о себе рассказывать. Он сказал, ты обязан стать Хофицкаймом для тех евреев, которые возвращаются на святую землю из Советского Союза. И ты должен рассказывать свои рассказы. Когда я начал это делать, моя жена спросила, Ицкак, что это ты про себя рассказываешь? А я ответил ей, что я могу сделать? Ле мисарвим, ле гадоль, запрещено не исполнять то, что тебе говорит великий фторик. Наши матери, моя и мать Равпинкаса Татца, родные сестры. Так что мы с ним двоюродные братья. В 1935 году в Равпинкас, который жил тогда в досоветской Прибалтике, сопровождая великого главу Ишивы Тельц Равлияу Мейра Блоха, поехал в Америку. Там он женился на дочери Равина города Элизабет в штате Нью-Джерси, Рава Прайля, и назад уже не вернулся. А перед самым вторжением Гитлера в Прибалтику он успел вызвать себе и отца, и мать. Приехав в Америку, Равпинкас первым делом поинтересовался, есть ли в их районе Миква. Ему ответили местные евреи спрашивать про Миква, ритуальный бассейн, в котором очищаются по закону Торы женщины, чтобы быть со своими мужьями. Ему сказали, спрашивать про Микву в Америке это просто осквернение имени творца. Хилюляше. Вы можете себе представить это. Тамошние евреи считали Микву ну просто каким-то предрассудком, примитивым, что даже спрашивать об этом было неприлично. Они совершенно опустились и огрубили. И вот Равпинкас стал раввином города Елизабет после того, как умер его тесть Равпрайль. И он совершил в этом маленьком американском городе полный переворот. Он открыл Ешиву, открыл Хедер для мальчиков, религиозную школу для девочек. Равпинкас был первым, кто решил использовать радио для того, чтобы учить по радио. Чему? Талмуду. Тридцать с лишним лет раз в неделю Рав давал по радио получасовой урок Талмуда. А передачу эту слышали по всей Америке, в Чикаго, в Флориде, в Лос-Анджелесе. Когда проверяли популярность отдельных передач, выяснилось, что эту передачу Рав Таца слушают четверть миллиона человек. 250 тысяч. Как сам Рав Пинкас определял разницу между всеми новыми реформистскими течениями и традиционным ортодоксальным еврейством. Консервативные говорят, мы так больны, что надо ампутировать и руки, и ноги, чтобы остаться в живых. А ортодоксы говорят, да, больной болен, но он просто истощен. Его нужно осторожно, маленькими порциями кормить. Если его выходить, то он будет абсолютно здоров. он хотел сказать этим, что больные евреи, они просто ничего не знают про свое еврейство. А если узнают и из первых рук, без искажений, они выздоровеют. И Рав Пинкас Тац был одним из руководителей Агудат-Исраэль в Америке. Это всемирная еврейская религиозная организация, которая образовалась в 20-е годы и ставила своей целью сохранить и укрепить еврейство. И одним из организаторов этой организации был сам Хофицкай. Итак, Рав Пинкас, он также входил в руководство особенной организации, которая спасла Ешивы от полного уничтожения. Вад Ацала, комитет спасения, который помогал евреям после катастрофы добиться права въезда в разные страны. От всех этих дел Рав Таец отрывался, чтобы учить и русских, советских евреев Торе. 22 раза он приезжал в Москву. И в какие времена однажды его задержали в КГБ, обыскали, допрашивали, запугивали, отпустили, только потому, что он американский раввин, равно себе изведал, что такое наши власти. И несмотря на все, он продолжал приезжать почти каждый год. Он умел ладить с администрацией Московской синагоги, среди которых, как это всем было известно, были известные доносчики. У него они подарки принимали. Он говорил слова Торы, а они на него не доносили. Как я потом слышал, он один из первым начал заниматься с молодым Бааль-Чува в Москве Равалияу Эсесом, который тайно организовал обучение первых Баалей-Чува в Москве в конце 70-х. И он учил его, как привлекать новых людей. А главное, он Равпинк остается, отыскивал нуждающихся евреев в Москве и помогал их. Года за два до отъезда в Израиль я узнал об очередном приезде Рава Тайца в Москву. И я без спроса сорвался с работы, взял сына и поехал. А после встречи с Равпинк я собрался в Ленинград. Мне хотелось повидаться с двоюродным братом и с его тестем Равом Лубановым. Который официально был Равином города. И Рав Тайц дает мне чемодан. Возьми, я тебе привез рубашки. Я ему говорю, да мне не надо, ну смотри, чемодан все равно здесь останется. Я подумал и взял. И вот мы едем с сыном в такси на вокзал. Минут через двадцать, двадцать пять нас догоняет машина милицейская, задерживает и возвращает в гостиницу там, где мы встречались с Равом Тац оставляю сына в такси. Иду, куда ведут. Приходим в комнату. Там сидят трое. Зильбер, скажите, вы встречались с таким-то и таким-то? Какое вы имеете к нему отношение? Объясняю, он мой двоюродный брат, родственник. Откуда ты знал, что он приедет? Идут в другую комнату. Там еще какие-то сидят. И снова, кто такой? Чем занимаешься? Ну, что сказать? Говорю, учитель, а что в чемодане? Я говорю, не знаю. Хотите, возьмите себе. Нет, нет, мы не грабители. Это твое. Вертелся я с ними, крутился, наверное, с полчаса. Потом взял и открыл чемодан. Хотя они и возражали, а я и сам не знал, что там. К счастью, кроме рубашек, ничего там не было. Никаких книг. Я не понимаю, как они все узнали. Видно, хорошо работали. Вы спросите, а почему я так сорвался и примчался в Москву? Ну, хотелось мне тоже встретиться с человеком оттуда. Это было, как глоток свежего воздуха. тут в Советском Союзе это один мир, а там это совсем другой. И мы говорили с ним слова Торы, а для этого и 10 минут очень много. За 10 минут можно столько сказать. Сейчас я процитирую вам письмо Лизы Кругляк, близких друзей Равицка в Ташкенте. Рав Тайц приезжал в Москву каждый лектор, начиная с 64-го года. Так там я с ним и познакомилась. Я приезжала в Москву навестить мою маму и сестер. И как-то я увидела его в синагоге. Он был там с женой и дочерью. Рав разговаривал со мной, мы говорили наидыш, и попросил передать деньги одному больному. Когда он говорил со мной, он смотрел в сторону, чтобы не показать, что мы знакомы. Умаялся за тех, с кем разговаривал. И приехав в Ташкент, я рассказала Равицкаку Зильберу, что встретила в Москве интересного человека, Равина Пинхаса Тайца. А Равицкак спрашивает, «А как он выглядит?» Я писала. Он говорит, «Ты знаешь, это мой двоюродный брат». А в следующий раз я привезла Рав Тайцу письмо от Равицкака. А он сказал, «Узнаю почерк, это мой двоюродный брат». А через какое-то время Рав Тайц уже сам приехал в Ташкент. Но первой связной была я, Лиза Круглян. А сейчас то, что комментирует это Равин Рав Бен Сиун Зильбер. Меня поразили в Рав Пинхасе его поведение, манеры, изысканные и даже аристократичные. От Рав Тайца я впервые узнал, что Хазон Иш он представитель европейского еврейства. Мне, конечно, было известно это имя по книгам, но кто этот человек, я не знал. И продолжает Рав Бен Сиун и рассказывает, «Ленинградский Равин, к которому мы приехали, Рав Хаим Авраам Лубанов, с которым папа хотел увидеться, он был человеком особенным, один из считанных. Знаете, за что он отсидел 10 лет? Жила в Ленинграде одна религиозная семья. Родители были по-настоящему верующие, а дети уже только по традиции соблюдали кашрут. И вот умирает их отец. И на похоронах Рав сказал его взять, если вы сможете, то чтобы у вас сохранилось все, как было, он намекнул на кашрут, а кто-то услышал и донес. И так он получил 10 лет сталинских лагерей. Равлубанов был большой Талмит-Хакам. Помню в ту ночь, когда мы были с папой у него в доме, мне как-то не спалось. Я сел заниматься. Хозяин дома тоже сидел за книгой. Тоже сказал, мне тоже что-то не спится. Он спросил у меня, что я учу. Я сказал, Трактат Санедри Вавилонского Талмуда. И Рав задал мне вопрос по этой теме. Готового ответа у меня не было, но хороший вопрос, на хороший вопрос нужно искать долго хороший ответ. И мы начали беседовать. Утром Рав с отцом погрузились в обсуждение возможностей правильного оформления гетто в тех тогдашних советских условиях. Я совсем издергался. Вот-вот наш самолет. А они сидят и разговаривают как ни в чем не бывало. Бару Хашем на самолет мы не опоздали. считанные евреи, которые прошли сталинские лагеря и не только сохранили веру, сохранили знания, но они насколько могли передавали это знание. И это страницы летописи геройства советского еврейства. Ведь большинство уже не знало ничего. Детям боялись рассказывать даже что-то. Как рассказывал один московский деятель еврейства, которое началось в 90-е годы, он рассказывал, что у них был обычай. паскальный седр на столе мотца, а под столом надо передавать хлеб. Вот это знание, которое было. То есть полное отсутствие любого знания. И это то, что выдержали единицы, но те, кто прошел все, они стали теми проводниками для нового поколения, для нашего поколения, для поколения болеть чувак, которые пошли за ним. Спасибо. 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 Продолжение следует...